В предыдущем обзоре оперативного совещания я обещал подробнее рассказать о встрече Ради Фаридовича Хабирова с Владимиром Путином в минувший понедельник и попытаюсь исполнить свое обещание. Вообще встречи губернаторов с главой государства в предвыборный период носят такой всегда терапевтический характер. Они очень важны для самих губернаторов. Это, пожалуй, один из важнейших инструментов, продвигающих самого губернатора в статусе в Рио на место уже, как говорится, законного губернатора. И обычно все-таки Владимир Путин приезжает в регион под каким-то благовидным предлогом и не дай бог ни с какими агитационными целями, участвует в какой-нибудь выставке, в каком-нибудь фестивале, в каком-нибудь громком событии. И тем самым дает понять избирателям, что он полностью целиком поддерживает вот этого кандидата в губернаторы, хлопает его по плечу, желает успехов на выборы, целует в животы младенцев, ну и так далее. Однако в этот раз получился какой-то немножко сокращенный вариант. И многие обращали внимание, что за прошедшие 10 месяцев Путин никоим образом не осенил своим вниманием Республику Башкортостан и лично ради Фаритовича. И тут случилась вот эта встреча в Кремле. В формате предвыборных контактов Путин всегда ободряет губернаторов, советует им обратить внимание на какие-то вещи, подчеркивает какие-то промежуточные или не очень успехи, приободряет и так далее. Однако вот эта встреча Путина с Хабировым оказалась очень странной. Ни о каком дружеском похлопывании по плечам, пожеланиям успехов, взбадривании и прочем не шла речь. Разговор вообще не получился, если честно. Я не знаю, в чем здесь причина. То ли Владимир Путин был раздражен какими-то факторами и вовсе не склонен к тому, чтобы хвалить и ободрять. То ли Хабиров не уловил тональности начальства и не попал вот в эту волну, в резонанс с Путиным. Тем временами их разговор вообще напоминал разговор автоответчика с автопилотом. Они очевидно не слышали и не понимали друг друга. Однако Путин в этой ситуации раздражался, а Хабиров терялся. Хабиров пытался вывести на какой-то мажор, поговорить про близкие темы, я имею в виду борьбу, еще что-то. Но Путин как-то не сворачивал с намеченного пути. Путин указал Хабирову на серьезные недостатки в работе в Республике Башкортостан. В частности, на детскую смертность, на экологические проблемы, на проблему безработицы, на проблему медицины. И вот тут Хабиров совершил, на мой взгляд, достаточно серьезную ошибку. Он начал спорить с начальством. Причем не напрямую, а вот иногда есть такая манера общения людей, когда ему указывают на какой-то недостаток, а человек начинает рассказывать совсем про другое. Вот примерно так случилось с Хабировым. Он или намеренно, или от испуга начал уводить от темы в какую-то другую сторону. Ну, Путин опытный человек, он вполне себе понимает, когда начинают им манипулировать, и, в общем-то, не позволил этого. Каким образом эта встреча вообще отразилась на политическом ландшафте в Башкирии, сказать трудно. Но есть представление о том, что элиты, конечно, слегка подразочаровались. Потому что для абсолютного большинства провластных элит близость и поощряемость Путинам – это главный критерий в отношении губернатора. Если элиты и крупные промышленные группы видят, что губернатор неодобряем Путином или не обласканным, ну и так далее. То есть нет вот этих знаков внимания. Для них это всегда такой красный аларм. Внимание! Человек находится в зоне риска. Я не знаю, почему себя вел так Путин на этой встрече. Мне трудно расшифровывать его сигналы. И вообще в последние 20 лет он так запутал всю эту систему, что иной раз его поведение можно трактовать и противоположно. Но очевидно, что Путин не был настроен положительно к Хабирову. Возможно, он начинает предполагать, что Хабиров – это была некая ошибка кадровая в самом начале. Возможно, он имеет какие-то данные в его волшебной зеленой папке о том, как на самом деле обстоят дела в Башкирии сейчас. Возможно, ему доложили о каких-то фактах те многочисленные эмиссары, которые наезжали в Уфу и в Башкирию в последние 2-3 недели. Не знаю. В общем, встреча Путина и Хабирова не принесла очков самому Хабирову. На прошедшей неделе случилось заметное и очень интересное событие в области башкирских СМИ. Вообще башкирские СМИ, конечно, не блещут ни креативом, ни оригинальностью, ни самостоятельностью. Однако то, что случилось на прошедшей неделе, выбивается из череды скучных и однообразных событий в медийном пространстве. И я говорю о обзвоне муниципальных депутатов журналистами «Эхо Москвы». Я, когда прочитал эту историю, у меня просто полчаса смеялся. Суть заключается в том, что когда кандидаты в главы республики Башкортостан прошли муниципальный фильтр, они собрали там 450 подписей муниципальных депутатов. Эти подписи нотариально заверялись, были переданы в ЦИК и легли в основу этого избирательного процесса. Так вот, сейчас ЦИК опубликовал списки муниципальных кандидатов, кто за кого выдвинул свой голос. То есть, условно говоря, список Гайсиной, список Сухарева, список Кадырова, ну и далее все 8 кандидатов. Пофамильно, кто какой, где депутат, значит, так далее. Журналисты «Эхо Москвы» решили проверить. Они созвонились с рядом депутатов, которые выдвигали Гайсину, Сухарева, Кобзева и прочих, значит, вот этих кандидатов в главы. И выяснилась совершенно вопиющая вещь. Часть муниципальных депутатов в телефонных разговорах просто отрицали то, что они выдвигали там Гайсину, Кобзева, Сухарева. Часть этих муниципальных депутатов заявила, что что вы, что вы, какая Гайсина, я за Хабирова выдвигала голос. Одна женщина, не помню из какого района, но это все есть в открытом пространстве, сказала, «Да, я помню, что-то там такое было, собрание, сказали за всех голосовать». В общем, это такое шапито, причем звонков было много, они зафиксированы, фамилии, данные. То есть это абсолютно бесспорная история, что по прошествии буквально месяца с небольшим, муниципальные депутаты, члены «Единой России», которые выдвинули свой голос за нечлены «Единой России», например, Гайсину и Сухарева или Кобзева, заверили свою подпись нотариально, то есть пошли к нотариусу. Они об этом или не помнят, или даже опровергают это. Это совершенно, конечно, вопиющая история. Она возвращает нас к тому, что очень много было обсуждений по вот этим вот странным кандидатам, каким образом они получили эти муниципальные подписи депутатов. Очень, конечно, всех позабавил комментарий Ахмадинурова по этому поводу, руководителя исполкома партии «Единая Россия», по поводу того, почему так получилось, что их кандидаты не помнят, куда ставили свою подпись. Но про Ахмадинурова мы сегодня поговорим отдельно, подробно и очень интересно. В общем, конечно, эта история с расследованием журналистов «Эхо Москвы» по поводу муниципальных подписей Гайсиной, Сухаревой и Кобзевой, это просто какая-то бомба и такое постыдное подтверждение той ситуации, которая сложилась вот на этих выборах в 2019 году. Мы вступаем в предвыборную неделю, и, безусловно, практически все темы, вокруг которых кружатся новости и интересные события, связанные с выборами. На прошедшей неделе, буквально вчера, Хабиров неожиданно согласился на дебаты с своими соперниками в прямом эфире. Это необычайное событие, потому что первоначально Радий Фаритович отказался от дебатов, потом засомневался, надо ли идти, не надо, потом снова отказался. В общем, метался он долго, и вот внезапно он официально во всеуслышании в социальных сетях согласился на вызов Владимира Барабашу поучаствовать в теледебатах. Хабиров сопроводил это согласие рассуждениями о том, что он очень беспокоится за то, что он не очень хорошо подготовлен, он не знает сути этого формата. В общем, я тут согласен с ним, потому что действительно у Радия Фаритовича очень слабые навыки прямого контакта с оппонентами и вообще прямой речи без бумажки и заготовленного текста. И Радий Фаритович разместил, ну, наверное, он разместил, а может, кто-то другой разместил, по крайней мере, в его аккаунте появилась фотография обложки книги некого Ричарда Бендлера, американского автора «НЛП. Искусство убеждать». Хабиров пояснил, что он купил умную книжку, которая поможет ему на дебатах. Честно говоря, я никогда не сталкивался с этим автором и всегда с большим опасением относился вот к подобным технологиям, как нейролингвистическое программирование, но залез в интернеты, поинтересовался, кто же этот гуру, кто же этот авторитет и бесспорный учитель Радия Фаритовича Хабирова на этом поприще. Оказалось, что это мужчина весьма замысловатой судьбы. Господин Бендлер, например, известен тем, что он обвинялся в одном из штатов США в убийстве проституток. Тут у меня, конечно, возник серьезный вопрос. Может ли подобный персонаж быть авторитетом и опорой для подготовки к дебатам на выборах главы Республики Башкортостан? Хорошему ли научит господин Бендлер, господин Хабирова? И поможет ли он ему достойно отстаивать всю точку зрения, имея подобную репутацию и подобную биографию? В общем, судя по всему, убийца проституток из Оклахомы становится неким учителем для Радия Фаритовича Хабирова на ближайшие дебаты, которые состоятся 5 сентября. Видимо, на БСТ формат все еще согласовывается. Мы много говорим о команде Хабирова, несмотря на то, что сам господин Хабиров вообще отрицает ее существование. И сегодня мы поговорим о господине Ахмадинурове Рустеме Маратовиче, который возглавляет на данный момент Башкортостанское отделение партии «Единая Россия». Поговорим мы вот в каком контексте. Рустем Маратович, безусловно, очень заметная фигура в социальных сетях. Многочисленные фоточки с разными персонажами наводняют Facebook, ВКонтакт и прочие, значит, обиталища сетевого сообщества. Господин Ахмадинуров очень любит фотографироваться с супругой временно исполняющего обязанности главы республики, но и с многими другими забавными персонажами в том числе. Ладно бы, если бы Ахмадинуров увлекался вот этими, значит, своими сетевыми проказами и больше ничем не был заметен. Однако внутри партии «Единая Россия» в республике Башкортостан растет глухое недовольство тем, как осуществляется руководство башкортостанским отделением. Партия жуликов и воров неожиданным образом сама восстала против собственного начальства. Множатся всевозможные, значит, высказывания недовольства в адрес Ахмадинурова. И мне стало интересно, я решил покопаться вообще, в чем, собственно, причина вот такого недовольства и такого неприятия этого милого, в общем-то, человека. Что происходит в исполкоме главной партии, которая хоть хочется нам или не хочется, все-таки занимает центральную позицию в политическом пространстве республики и страны. И вот один интересный эпизод, один из тех эпизодов, которые мне удалось раскопать, который, на мой взгляд, вполне себе характеризует то, что происходит сейчас в этой партийной организации и во многом, наверное, объясняет то недовольство, которое существует. Партия «Единая Россия» известна тем, что она очень активно использует всевозможные фонды. Эти фонды привлекают деньги, тратят деньги, распределяют деньги, деньги куда-нибудь пропадают или приносят какие-нибудь плоды. В общем, многообразие использования этих фондов, конечно, почти бесконечно. Мы все помним, как совсем в недалеком прошлом был страшный скандал вокруг фонда поддержки партии «Единая Россия», а вернее его башкирского филиала, как в исполком партии «Единая Россия» на Цирюпа-17 врывался ОМОН в масках, вскрывал сейф руководителя исполкома, тогда это был господин Мефтахов, ныне покойный, как вся эта верхушка партийная буквально балансировала на грани возбуждения уголовных дел, там какой-то черный нал, вообще жуткие были истории. И все это было связано с фондом. Фонд этот, конечно, был потом закрыт, канул в лету, но, как говорится, святое место пусто не бывает. Вокруг партия «Единая Россия» и сейчас много странных разных фондов, в том числе и фонд «Иман Башкортостан», и еще один фонд, о котором мы сейчас поговорим. В далеком 2015 году, а точнее 22 июня 2015 года, трое человек создали фонд. Называется он «Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития». Весьма размытое название, свойственное для подобных организаций. Учредителями этого фонда явились очень заметные фигуры. Например, Толкачев Константин Борисович, спикер Башкирского парламента, и Шсарин Рамзиль Рафаилович, который буквально через год после создания этого фонда из руководителя исполкома партии регионального, превратился в депутата Государственной Думы. И некая Орлова Наталья Алексеевна, никому не известная и мне тоже непонятная персона. Так вот, фондик этот с 2015 года существовал, не особенно отсвечивал и не был замечен в каких-то событиях и операциях, просто был. Судя по всему, это была какая-то спящая структура, которую, может быть, когда-нибудь планировали задействовать. Но в апреле 2019 года фонд начал действовать. Он сменил руководителя. Руководителем фонда при содействии господина Ахмадинурова был назначен некий Байбулатов Ильдар Зинурович, бывший руководитель Конгресс-холла, а до этого сотрудник правительства Республики Башкортостан в экономическом блоке. Он работал там как-то очень странно, но мы не будем об этом говорить. И, в общем, этот Байбулатов возглавил фонд. Первое, что сделал фонд, он огласил свою программу, свою задачу, и это было опубликовано на сайте «Единая Россия» в Республике Башкортостан. А именно фонд был призван объединить бизнес и партийную организацию. Для чего нужно было подобное объединение, я не знаю. Вернее, стесняюсь предположить. Потому что, ну, общеизвестно, что партия жуликов и воров для бизнеса является неким инструментом иногда решения каких-то проблем, а чаще является какой-то откупной площадкой, где можно за какие-то суммы денег зарезервировать для себя спокойствие на какое-то время. В общем, фонд начал бурную деятельность, и начал он ее с заседания делового клуба «Единой России». Таковое заседание случилось сразу же после прихода господина Байбулатова к руководству фонда, где-то в апреле-майе. Надо сказать, что заседание этого делового клуба «Единая Россия» было первым и последним. Туда были приглашены заметные фигуры бизнеса. Рафаэль Марданшин, Тимур Хакимов, который не пришел, но все-таки числился в числе приглашенных, и Анатолий Бондарук. А также, ну, все руководство, естественно, исполкома «Единой России» и этого фонда. Собственно, отзывы об этом круглом столе, об этом деловом клубе «Единой России» были весьма странными. Господин Бондарук и вовсе охарактеризовал это мероприятие ненормативной лексикой. В общем, завершился этот круглый стол, этот клуб, неформальным мероприятием, масштаб и мощь которого, видимо, и послужили причиной того, что подобные мероприятия в дальнейшем больше было решено не проводить. После всего прочего и вот этого фонд вроде как должен был заработать и начать соединять бизнес и «Единую Россию», привлекать какие-то средства на всевозможные проекты, потому что в уставных задачах фонда значится одна интересная фраза, а именно фонд призван предоставлять прочие финансовые услуги, кроме банковских. Что это означает, до конца непонятно, но судя по всему фонд призван для каких-то процессов финансирования чего-то. Ну, ладно, вроде как создали фонд, что-то стало работать, Ахмадинуров, значит, ввел туда своего человека. Очень так цветисто было описано на сайте «Единой России» о том, что именно господин Байбулатов приведет к процветанию исполкома «Единой России» при содействии бизнеса, они там объединят свои усилия, свои мозги и деньги, и тогда случится чудо. Но чудо не случилось. 13 августа 2019 года внезапно, без объявления войны, казначейство Республики Башкортостан подает в арбитражный суд иск к вот этому фондику. Иск на сумму 438 тысяч 104 рубля, и, собственно, казначейство пытается взыскать аренду, всего лишь аренду помещения с этого фондика. Выясняется, что фонд располагается, ну, естественно, по адресу Цюрюпа 17, там же, где есть полком, арендует какое-то помещение и хронически, судя по всему, не платит арендную плату. До чего нужно было довести казначейство, чтобы оно, будучи, в общем-то, государственной провластной структурой, подало в суд на одну из аффилированных структур с партии «Единой России», я не знаю. Но вот эта история во многом и всерьез характеризует именно подходы господина Ахмадинурова и господина Байбулатова, в данном случае, к тому, как организовываются процессы внутри партии «Единой России». Как мне охарактеризовали некоторые заметные фигуры в этой партийной структуре, они охарактеризовали работу Ахмадинурова и Байбулатова такой странной народной фразой «Не украсть, не покараулить не умеют». Ну вот, примерно об этом идет речь. Вместо того, чтобы наладить серьезные процессы внутри партии, попытаться помочь финансовой организации где-то там вывести на какой-то контакт, люди довели ситуацию до смехотворно-критической, в том смысле, что они не в состоянии даже сами себя обеспечивать. Я не знаю, были ли выделены какие-то средства на эту аренду и куда они делись, если были выделены. Я не знаю, как относится к вообще этой ситуации уважаемые учредители этого фонда, господин Толкачев и Ишсарин и Орлова, однако ситуация вот такая. В простейшей, в общем-то, ситуации довести до абсурда, до таких претензий на уровне банкротства, конечно, надо было уметь. Но именно это характеризует подходы и квалификацию господина Ахмадинурова на нынешнем посту. Чтобы разнообразить хотя бы чуть-чуть исключительно предвыборную тематику сегодняшнего выпуска, поговорим о долевом строительстве. На прошедшей неделе заметный прогресс, хотя и такой маленький, незаметный, произошел в истории с Серебряным ручьем, стало понятно, когда и на какие средства будут достроены 9-й, 10-й дом. Эти дома будут достроены на средства от продажи нежилого фонда в этих домах. На первых этажах там очень много коммерческой недвижимости, которая была продана одной из государственных структур, и на эти деньги будут достроены дома. Собственно, сомневаться, наверное, в этом не приходится, потому что сумма в 60 миллионов вполне достаточно для того, чтобы достроить 9-й, 10-й дом. И даже если смотреть на перспективу этого всего с достаточным пессимизмом, который уже выработался в области долевого строительства, я думаю, что если не в октябре, то в ноябре эти оба дома точно будут сданы. Ну, вообще, традиционно мы помним историю с седьмым домом, там долго тянули и практически к Новому году сдали. Ну, в данном случае, я надеюсь, что в ближайшие два месяца это все решится. Однако встает вопрос, что же дальше. В Серебряном ручье большое количество домов абсолютно иной степени готовности, скажем так, очень низкой степени готовности, и на достройку этих домов необходимы совершенно иные деньги. И речь идет о той сделке, которая планировалась и, в общем-то, была сформулирована как окончательная решенная. Я имею в виду покупку бизнес-центра «Салават Юлаев» и залог кирпичного завода. Сделка стоит на месте, буксует. Та группа товарищей в правительстве, которая не желает расставаться со своим вожделенным миллиардом на счетах регионального фонда, продолжает противодействовать заключению этой сделки. Я не знаю, смогли ли они убедить дорогого Радио Фаритовича в том, что, значит, это неправильно и нужно откатить свое решение назад. Безусловно, до выборов Хабиров, наверное, не огласит своего отказа от этой сделки. Надеюсь, что он этого не сделает никогда, но, как говорится, все может быть. В общем, то, что касается достройки остальных домов Серебряного ручья, все зависит от того, насколько решительно подойдут люди в правительстве к сделке по покупке бизнес-центра «Салават Юлаев». Кроме новостей по Серебряному ручью, есть еще новости по компании «Госстрой». Дольщики «Госстроя» в последние недели были неспокойны, волновались, чего-то немножко митинговали там где-то около стройплощадок. Они ощущают, что в строительстве их домов опять наметился какой-то спад, какая-то стагнация. Кирилл Бадиков выступил, и есть запись того, как он рассказывает о том, что он привлекает некого со-инвестора в эти проекты. До конца непонятно, какой будет механизм взаимодействия компании «Госстрой» с этим чудесным и пока неизвестным никому инвестором, но суть в том, что у Бадикова наметился кассовый разрыв. В принципе, его баланс между непроданным и тем, что он должен достроить, все еще положительный. То есть, я имею в виду то, что если достроить все дома, у Бадикова будет положительное сальдо. Но если достроить, в образовавшемся кассовом разрыве нужно срочно что-то делать, потому что эта ситуация не позволяет финансировать сиюминутные процессы, то есть выплачивать зарплату, оплачивать материалы, и может получиться остановка строительства. Я надеюсь, что Бадиков сможет вывернуться в очередной раз в этой ситуации. Не знаю, насколько это нанесет урон его собственным интересам. В общем-то, это не главная, наверное, сложившаяся ситуация. И немножко настораживает то, что однажды он уже подобную операцию проводил. Мы помним, как он избавлялся от непрофильных активов от участков земли в Октябрьском, и как будто бы тогда они должны были, вот эти деньги от продажи этих участков, спасти ситуацию в госстрое. Однако мне стало известно, что денежные средства от этой сделки поступили Бадикову не в полной мере. Не знаю, почему, там что-то происходит, какой-то торг, какая-то тяжба, и в тот раз не удалось, в общем-то, исправить ситуацию при помощи подобной продажи. Ну, возможно, сейчас вот этот новый чудо-инвестор даст каких-то денег на каких-то условиях, чтобы поддержать строительство в компании госстрой. Посмотрим, это будет известно в ближайшее время, если, конечно, это не очередная предвыборная утка, которых сейчас во множестве забрасывают в конфликтное пространство, лишь бы только успокоить там дольщиков и так далее. По остальным объектам Миловский парк, Новобулгакова и Глино, конечно же, ничего хорошего не произошло, иначе бы об этом было известно. Никаких движений, никаких кардинальных решений, все стоит, трава растет, а дольщики, значит, потихонечку рисуют плакаты. Сегодня кандидат в главу Республики Башкортостан совершает поездку с избирательными целями, агитационными целями в город Нефтекамск. Я не стал сопровождать в этот раз его в этой поездке по техническим причинам, но, тем не менее, постараюсь ее осветить. Поездка в Нефтекамск существенным образом отличается от поездки в другие города, и вот почему. Мы столкнулись на этапе организации встречи с избирателями с удивительной проблемой. В городе Нефтекамск на субботу, 31 августа, не оказалось ни одной свободной площадки, ни одного дома культуры, кинотеатра, кафе и даже какой-нибудь закусочной или кофейни для того, чтобы встретиться с избирателями. Везде была картина одна и та же. Мы звоним, здравствуйте, хотим арендовать на 2-3 часа помещения. А, пожалуйста, сейчас, минуточку, вышлем счет. Через некоторое время, через час, через полчаса раздается звонок. Извините, у нас все занято, у нас тут все арендовано, у нас там и так далее, и так далее. И так по всем точкам, которые мы обзвонили в Нефтекамске. В чем же дело? Почему местная администрация запрещает бизнесменам, во-первых, получить денег за эту аренду, во-вторых, допускать кандидата Барабаша на территорию города Нефтекамска? Я полагаю, что тут целый комплекс факторов. Первое, это то, что, опять же, тот самый Ахмадинуров именно от Нефтекамска баллотируется в госсобрание. Да, да, действительно, Рустам Маратович Ахмадинуров, этот славный любитель пофотографироваться с клоунами и с коренной Хабировой, он баллотируется в госсобрание от города Нефтекамска. Может быть, с этим связано. Возможно, причина того, что Барабаша блокирует Нефтекамске, в том, что в этом городе накопилось огромное количество проблем, и власть не хочет, чтобы они транслировались как-то вот через наши каналы и прочие источники. Возможно, господин Мавлиев превратно понимает свою ответственность за то, что ради Хабиров назначил его главой города Нефтекамска, и предполагает, что эта ответственность перед Хабировым должна выражаться вот в такой вот преданности, значит, служению своему Сюзерену, недопуску на территорию подведомственного города любых конкурентов и так далее. Я не знаю. Но, тем не менее, Нефтекамск стал первым и пока единственным городом, где мы ощутили очевидное, серьезное противодействие мешанных властей тому, что делает Владимир Барабаш, как он встречается и о чем разговаривает со своими избирателями и так далее. Ну, поживем, увидим, посмотрим, чем все это закончится.